всем привет меня зовут Игорь и вы снова на канале Qlabs и сегодня мы продолжим тему техник динамического тестирования а именно разберем таблицу принятия решений или другими словами decision table итак давайте немножко вспомним о том какие техники динамического тестирования мы с вами уже прошли мы начали рассматривать техники основанные на требованиях среди которых мы уже прошли классы эквивалентности граничные значения и сегодня конечно же таблицы принятия решений или decision table итак давайте для начала разберем что же такое таблица принятия решений таблица принятия решений эта техника тест дизайна основанная спецификация и некий удобный инструмент в виде таблицы для покрытия сложных бизнес требований а также определение сценариев для дальнейшего тестирования то есть благодаря таблице мы определяем набор условий и действий которые приводят к определенному ожидаемому результату потому основная цель такой техники это определить тестовые сценарии и проверить их на работоспособность как же использовать таблицу принятия решений первое необходимо определить условия которые должен или может выполнить пользователь в системе второе это определить все действия системы на проделанные пользователем шаги и последнее это определить логические сценарии состоящие из набора условий и действий в соответствии с требованиями пока что звучит непонятно но давайте с этим разберемся на детальном примере итак первый пример у нас есть некая страница авторизации для входа нам необходим валидный или корректный логин и точно также валидный и корректный пароль какие же действия система может выполнить на вот таких данных конечно же если мы все сделали успешно то пользователь успешно авторизовался если мы ввели что-то некорректно тогда пользователь не смог авторизоваться давайте рассмотрим теперь эту функциональность на примере таблицы принятия решений наш пример будет выглядеть следующим образом мы имеем таблицу из трех основных составляющих это условия conditions это действие actions и это наше правило rules они же наши тесты по нашим условиям мы знаем мы можем ввести валидный логин и валидный пароль на страничке авторизации также знаем действия нашей системы пользователь либо успешно авторизуется либо не сможет авторизоваться далее мы выбираем сочетание наших условий и соответствующие действия системе которое должно выполниться в зависимости от этих пройденных условий то есть допустим правило 1 мы уберем валидный логин валидный пароль и мы успешно должны авторизоваться. Второе правило. Мы можем взять валидный логин и невалидный пароль. Соответственно, мы не сможем авторизоваться. Третье правило. Мы берем невалидный логин, валидный пароль и точно так же мы не сможем авторизоваться. И четвертое правило. Конечно же, мы введем невалидный логин, невалидный пароль и не сможем авторизоваться. Для удобности заполнения правил вы можете выбрать любое значение. Это может быть крестик, это может быть галочка. Чаще всего конечно же используют значение true false либо единичка нолик иногда также применяется сокращение t или f от слов true false и также можно выбрать галочку и крестик в зависимости от тех комбинаций которые вам больше нравятся но от этого смысл нашей таблицы не будет меняться но давайте вернемся к нашему примеру как вы заметили из этой таблицы здесь может возникнуть несколько вопросов во первых я озвучил лишь вот валидных и невалидных данных но данные можно также не вводить в наши поля и это тоже будут отдельными сценариями поэтому такую таблицу можно слегка расширить и следующий пример охватит эти дополнительные сценарии которые мы не разобрали в первом случае итак у нас все та же функциональность страницы авторизации где у нас есть поле для ввода логина и поле для ввода пароля первый сценарий положительный мы вводим корректный логин true корректный пароль true и соответственно ожидаем действия системы что мы успешно авторизуемся второй сценарий мы вводим корректный логин некорректный пароль и ожидаем что мы не авторизуемся третий сценарий мы меняем наоборот используем некорректный логин корректный пароль и ожидаем что также не авторизуемся четвертое правило такой же как и в предыдущем примере мы используем некорректный логин некорректный пароль и ожидаем что мы не авторизуемся но также мы можем проверить в нашей системе обязательность полей, так как скорее всего эти два поля обязательны для ввода. Поэтому мы можем одно из полей заполнить корректными данными, допустим, логин, а второе поле оставить пустым. При этом такая проверка тоже важна, потому что ошибка, которая должна появиться при незаполненном поле, будет отличаться от той ошибки, когда мы вводим что-то некорректное в наше поле. Поэтому пятый сценарий это ввод корректного логина и пустое поле пароля. Шестой сценарий это пустое поле логин и корректно заполненное поле пароль. И седьмой сценарий мы оба поля оставляем пустыми, соответственно тоже ожидаем, что мы не сможем авторизоваться в системе. Также этот пример можно было бы интерпретировать и немного по-другому, расширив наш пример с доп.условиями внутри самой таблицы. Это будет выглядеть следующим образом. К валидному логину и валидному паролю добавляется невалидный логин и невалидный пароль. Эта таблица мало чем отличается от предыдущего примера за исключением шестого и восьмого сценария. Так как у нас добавились условия, то кто-то может предположить, что нужно и провести эти тесты, ввести невалидный логин и оставить все поля пустыми. Точно также и восьмой тест ввести невалидный пароль и оставить все остальные поля пустыми. Но мы забываем о небольшом правиле. Во-первых, шестой и восьмой тесты они уже будут продублированы и это по факту дубликаты пятого и седьмого теста. Это более корректные сценарии, нежели шестой и восьмой, так как для того, чтобы оставить одно из полей пустым и протестировать его на обязательное поле и на отображение корректной ошибки, которая должна отобразиться нашему пользователю, второе поле, которое мы заполняем, оно должно быть заполнено обязательно корректными валидными данными. Поэтому шестой и восьмой сценарии, они, конечно же, не должны быть в нашей таблице. Мы получаем ту же таблицу, что и на предыдущем слайде с более расширенным количеством условий и другим методом заполнения, лишь крестиками. Пустые ячейки обозначают либо пусто, либо ничего. И переходя к следующему примеру, его можно назвать математическим примером или математическим подходом в таблице принятия решений, но этот метод работает только для тех форм, для тех полей для ввода, где они являются обязательными и мы туда можем вводить либо корректные, либо некорректные данные. В остальных сценариях такой метод не подойдет и на следующем примере я объясню почему. Итак, вернемся к нашему примеру. Представим, что у нас есть страница регистрации и есть следующие поля для заполнения. Логин, он же email, first name и last name, фамилия и имя, никнейм и пароль. Мы имеем 4 условия и здесь можно применить следующую формулу. 4 во второй степени мы получаем 16. То есть, если мы имеем 4 равносильных условия, которые должны быть выполнены одновременно, как в нашем случае, то мы сразу можем подсчитать с помощью математического подхода количество сценариев для такой функциональности. Поэтому мы получаем 16 сценариев. Как же заполнять дальше эту таблицу? Не нужно тратить время и заполнять ее вручную. Можно использовать следующий математический подход. Мы берем 16 и делим на 2. Получаем 8. То есть, мы первую строчку первого условия заполняем 8 нулями и следующую от 9 по 16 правила заполняем единицами. То есть, нули у нас будут обозначать некорректные данные, единицы будут обозначать корректные данные. Далее мы берем восьмерку, делим на 2. Получаем 4. Теперь мы заполняем вторую строчку, first name и last name, четырьмя нулями, четырьмя единицами, четырьмя нулями, четырьмя единицами. Далее мы берем 4 и делим на 2. Получаем 2. Соответственно, никнейм мы заполняем 2 через 2. 2 нуля, 2 единицы. И последнее условие, пароль. Мы 2 делим на 2, получаем 1. То есть, заполняем 1 0, 1 0, 1 0. Чередуем через единицу валидные и невалидные данные. И действия в системе, то есть, наша успешная регистрация на последнем 16 сценарии, где у нас все корректные поля заполнены, получаем успешную регистрацию. Во всех остальных случаях мы получаем комбинацию корректных и некорректных полей и при этом неуспешную регистрацию. Ну а теперь давайте рассмотрим последний пример, о котором я сказал. Не всегда наш математический подход может подойти для заполнения нашей таблицы. В каких случаях это бывает? Представим, что у нас есть система. Это могут быть не просто поля для ввода каких-то данных. Это могут быть выпадающие списки. И при комбинации определенных условий, которые мы выбираем в наших выпадающих списках или вводим в те же поля для ввода конкретные данные, в зависимости от того, что мы ввели или выбрали. И в сочетании нескольких таких параметров мы получаем определенные условия. Тогда наша таблица может выглядеть следующим образом. Может быть длинный список условий, но это не обозначает, что каждое условие мы можем выбрать по отдельности. Вот допустим, как у нас условия 1 и 2. У нас есть маленькие пассажиры меньше двух лет, да и есть молодые пассажиры от 2 до 16 лет. Это обозначает, что в одном сценарии может быть выбрано лишь одно из условий, а не два одновременно. Поэтому здесь математическая формула наша не подойдет. Но таблица призвана в первую очередь для того, чтобы графически, визуально отобразить важные сценарии и определить, какие действия должна выполнить наша система. Исходя дальше из таких таблиц, мы можем уже строить наши тест-кейсы. Соответственно, conditions и actions это будут наши шаги и ожидаемые результаты для наших тест-кейсов. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.